Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Марк Кукушкин, я тренер, консультант, коуч. И открывая эту программу, открывая этот курс, посвященный управленческому лидерству, я хочу ответить на вопрос, а зачем вообще руководителю быть лидером? Зачем этим заниматься? Зачем изучать этот курс, слушать всех этих замечательных преподавателей, инвестировать свое время? Для чего это правда ли, что это так необходимо? Мой ответ, да, это крайне полезно для персонального и организационного развития. Почему? Итак, первое, изменился сам мир. Вы, наверное, слышали вот эту англоязычную аббревиатуру VUCA, которая характеризует современный мир. Концепция эта возникла в американской армии, но вы знаете, бизнес всего мира слямзил ее у вооруженных сил с огромной скоростью, потому что бизнес говорит, это наша реальность, наш мир непредсказуем, наш мир многовариантен, мы ничего не можем сказать на основании прошлого опыта о завтрашнем дне. Поэтому, друзья, мы живем с вами в мире VUCA, с чем я нас всех и поздравляю, и действительно в этом изменчивом мире оказывается, что опираться, ну мало на что есть опереться. Знаете, не так много старых схем, которые работают, а если и работают, они не будут работать завтра и послезавтра. И оказывается, что должны находиться те самые люди, которые в этой ситуации говорят «я», делают шаг вперед, берут на себя ответственность, видят перспективу и, объединяя команды, движутся дальше. И так изменился мир. Что изменилось еще? Изменились сами организации. Посмотрите, как много сегодня разговоров про бирюзовые компании, живые организации. И, коллеги, не случайно, ведь какое сущностное изменение фиксирует все эти концепции. Современные организации становятся все более горизонтальными. То есть не там, где решает босс, решает шеф, а там, где решает сама команда. Там, где это отдано самому коллективу. Вот совсем недавно я со товарищем, мы были в Кремниевой долине в ноябре 2017 года, и вы знаете, мы видели, как во многих компаниях удивительные вещи там решает сама команда. Знаете, вплоть до того, каков будет размер, там, не знаю, оплаты труда у людей в этой организации. Решает команда, а не кто-то еще. И вы знаете, такие удивительные вещи, когда на перкоманде отданы многие опции, например, решения в проекте. Друзья, это сегодня уже реальность. Плюс вы знаете многие вещи про поколение Y, да, и теперь уже приходящее поколение Z, для которых так важны сотрудничества, так важно, например, отношения. И мне кажется, что это очень важный тренд изменения организации. Итак, изменился мир, изменились организации. Изменяется сам тип лидерства. Вы знаете, если, например, лидерство 20-30-летней давности, это очень часто такое, знаете, силовое, брутальное лидерство, вот есть один лидер, неважно там Джек Уэлч или кто-то еще из великих, кто пришел и вот своим гением как это просветил и повел вперед организацию. Вы знаете, сегодня мы движемся совсем к другому типу лидерства. Это лидерство, которое является лидерством, например, распределенным. Это то самое лидерство, когда, ну, кто лидер в футболе? Тренер? В определенных ситуациях, да. Капитан команды? Да. Ну, а при этом, если вот вы на этом участке поля, нет ни тренера, ни капитана. Вот Мишель Платини сформулировал это так. Лидер в футболе тот, у кого мяч. Друзья, правда, вот это понимание, что лидеров современным компаниям нужно много, что это не один человек, что вот эта вот ответственность за лидерство, она увеличивается. И вот концепция распределенного лидерства. Друзья, вы как руководители компании, конечно, это видите, да, что вы не можете ставить уже только на себя, что вы должны воспитывать лидеров под собой. И сегодня очень часто говорят про лидера, который развивает лидеров. Потому что если вы планируете быть единственным лидером в организации, скорее всего, как компания, вы не пройдете. Вы должны быть тем лидером, который затем за собой будет развивать следующую генерацию лидеров. И это часть современного представления о лидерстве, да, о том, что у компании недостаточно одного лидера, пусть самого гениального. Но он не может физически охватить все. И более того, вам надо, чтобы люди на передовой, люди, которые работают в полях, постоянно, так сказать, подтаскивали и вовлекали в эту работу других. То есть, смотрите, работа лидерства — это вовлечение в ценность создаваемую, вовлечение в клиента, вовлечение в организацию, вовлечение в лидерство. Итак, друзья, меняются мир, меняются организации, меняется тип лидерства. Очень интересный тренд современности — появляется запрос от государства и общества на лидерство. Например, вы знаете, что только что закончился проект «Лидер России», который финишировал в феврале, в который были вовлечены тысячи людей. Даже некоторым удивлением для коллег, проводящих этот конкурс, было то количество людей, которые заявились по России для участия. Десятки тысяч людей, хотя ожидали гораздо более скромных цифр. И, вы знаете, мне кажется, это важно, что сегодня появляются молодые губернаторы, министр экономического развития Орешкин, тоже определенный рекорд с точки зрения молодости, например, тех лидеров, которые приходят. То есть, хорошая новость, друзья, для молодых и амбициозных. Есть место. Есть место в бизнесе, есть место в госуправлении, есть место в некоммерческом секторе, есть что делать в своих компаниях. Друзья, тем более, когда у вас компактный бизнес, в котором можно реализовать многие задачи. И скажу еще одну вещь. Скажу про внутренний запрос на лидерство, который мне кажется чуть ли не самым важным. Вот вы знаете, зачем быть лидером в своей жизни? Друзья, а ровно для того, чтобы прожить именно ту жизнь, которую тебе хочется жить, которая окажет влияние на этот мир. И вот знаете, когда ты понимаешь, что ты сам в контакте с собой, что ты можешь делать в мире те вещи, ради которых ты рожден, которым ты призван. Вот мне кажется, это великая награда для лидера. Ощущать, что ты вносишь свой вклад в развитие этого мира. И знаешь, что ты своим действием улучшаешь среду. Будь ли это земля, на которой ты живешь, будь ли это город, в котором ты находишься, будь ли это даже вот та локальная организация, в которой ты генеральный. И пусть в этой компании 10, 20, 100 тысяч человек, но ты чувствуешь, что ты создал другую среду жизни этих людей. И вдруг, знаете, ты замечаешь, как эти люди, ну, например, там из людей, не так интересующихся саморазвитием, реально начинают читать книжки. Как на какие-то корпоративные мероприятия, я не знаю, они начинают появляться вместе с близкими. Как их семьи начинают трансформироваться. Вот вы знаете, мне кажется, лидерство это великое привилегия менять мир. Да, и это возможность, чувствуя, что ты реализуешь себя в этом мире, действительно запускать там круги, которые, вы знаете, потом становятся вирусными, изменения, которые охватывают там широкие сферы. Ну, друзья, мы с вами знаем массу проектов, не знаю, бессмертный полк, который начинался как частная инициатива там, там трех конкретных там парней в Сибири. И как это потом охватывает тысячи, миллионы людей по всему миру. Ну, много таких примеров, да, когда вот вирусность этого изменения реально приводит к появлению новых, по сути, привычек в обществе, нового образа жизни и новых ценностей. Поэтому, друзья, вот ради всего этого, ради изменения своих организаций, ради того, чтобы соответствовать темпам жизни в мире, ради того, чтобы просто в конце концов прожить свою жизнь. И стоит развивать себя как лидера, стоит развивать эти компетенции в собственной организации, стоит создавать генерации лидерства в наших компаниях. Друзья, желаю вам успехов в изучении этого курса. Очень верю, что для вас те темы, которые предложат мои коллеги, окажутся продуктивными, глубокими, практичными. И вы сможете что-то изменить. И вот знаете, сейчас в некоторых компаниях ключевой KPI для целого ряда процессов трансформации, он такой. Считаешь ли ты, что твоя организация и ты сам развиваются в правильном направлении? Вот твое субъективное ощущение. Если друзья, по прохождению курса вы заметите, что изменился вектор, улучшилось качество, стало больше, не знаю, внедряемых инициатив. Появилась глубина в том, что вы делаете. Вот мне кажется, это будет лучшим показателем того, что вы не зря инвестировали время, деньги, свою жизнь. Удачи вам!